Мужчина и женщина вообще в целом с трудом друг друга понимают, потому что они очень разные, у них разные желания, взгляды на жизнь, разное восприятие мира и так далее. И все это приводит к тому, что люди конфликтуют, и любовь между ними гаснет. Потому что любовь, она имеет спонтанную чистую природу, она спонтанно движется между людьми. И если конфликт начинается, то это спонтанное движение любви, оно прекращается. То есть любовь не движется между людьми в отношениях, она не живет, потому что возникают конфликты. Но если понимать, что конфликты неизбежны, потому что причина их, это сильное наше ожидание, мы никуда от этого не денемся, мы ждем любви, мы хотим счастья в личной жизни, то тогда есть одно правило. Первое правило такое. Не отвлекайтесь, посмотрите на меня. Не отвлекайтесь. Первое правило такое. Просите прощения сразу после того, как вы поругались. Даже если вы очень правы. Даже если точно вы знаете, что вы на сто процентов правы, просите прощения, когда вы поругались, потому что если вы просите прощения, то вы просите прощения у любви. Вы просите прощения у той энергии любви, которая между вами живет, потому что вы нарушили ее течение тем, что вступили в конфликт. Не бойтесь просить прощения, даже если близкий человек не просит прощения, вы все равно сами просите, потому что это облегчает отношения, сделает их более простыми. И даже если много лет близкий человек не просит у вас прощения, а вы все время просите, знайте, что придет время, и он тоже начнет просить прощения. Обязательно. Потому что когда человек не просит прощения, он просто боится. У него в сердце страх, реакция, которая у вас будет. Может быть, он родители видел такую реакцию, что когда вот просит прощения, это опасная ситуация, ты униженный, и в это время на тебя могут надавить, что-то тебе сказать больное. Потому что когда человек просит прощения, он открыт в это время, он не защищен, и его можно поранить. Поэтому люди часто боятся просить прощения. Но хотя бы один должен просить прощения для того, чтобы сохранить любовь, сохранить отношения. Это очень важно. Это первое правило. Второе правило заключается в том, что человек должен очень глубоко, во-первых, понять, что такое любовь на самом деле. Потому что слова, хоть я об этом говорю, 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 все равно потом оказывается, что вы не поняли. Потому что это очень сложная вещь. Что такое любовь и что разрушает любовь. Итак, еще раз повторю. Смотрите, когда вы ждете любви и об этом думаете, тогда вы разрушаете любовь. Ну, допустим, вы приготовили мужа покушать, он ест и не говорит спасибо. Ну, вообще не благодарен. Поел и пошел. Изначально была ошибка с самого начала. Эта ошибка называется ожидание. Поэтому в древней культуре, в этой ситуации, есть женщинам очень серьезный совет. Готовьте для Бога. Не для мужа, а для Бога. Вот готовьте для Бога, молитесь Ему, чтобы Он осветил пищу. Для Него прям готовьтесь, для Бога. А мужу вы будете давать освященную пищу. И если даже муж поел освященную пищу и не сказал спасибо, все равно классно, что он ее поел. Потому что, когда человек ест освященную пищу, он очищается и становится лучше. И потом, когда он будет есть каждый день освященную пищу, через какое-то время он всегда будет говорить спасибо, потому что он очистится. Он станет более восприимчив, он станет глубже воспринимать мир. Также можно для Бога и стирать мужу белье, чтобы это белье становится оберегом для него, для мужа. Она защищает его от всех опасностей. То есть, видите, когда мы отвлекаемся от этой идеи, что обязательно близкий человек должен меня отблагодарить, должен взаимность мне отдать, взаимность какую-то дать за то, что я делаю, тогда мне становится легче жить намного. Потому что проблема заключается в том, что из-за того, что у нас есть эгоизм в сердце, что такое эгоизм? Эгоизм — это сила, мешающая свободному движению любви. Сейчас я объясню, как эгоизм работает. Вот энергия любви заходит внутрь к нам, и мы ее там задерживаем, мы ее не отдаем назад. Близких отношений. Вот это меньше работает в дружбе, допустим. Понимаете, еще меньше работает, когда вообще чужой человек перед нами. Допустим, он говорит, спасибо вам большое, а вам тоже спасибо. Ну, то есть идет сразу взаимность, понимаете. Но когда близкий человек рядом со мной, у нас почему-то возникает такое твердое ощущение, что он само собой должен мне делать приятное. Понимаете, у нас нет такого чувства, что мне надо за каждый поступок его хороший немедленно с радостью его благодарить. А именно так и надо поступать всегда. Вот муж там пол подмел чуть-чуть, спасибо тебе большое. Жена там что-то сделала, приготовила, спасибо тебе, как будто в первый раз. Надо так делать каждый раз. А не типа как бы, как мне жена нагладила меня перед лекцией. И я такой пошутил, говорю. Она говорит, я как-то нормально я тебя нагладила. Я говорю, да ничего ты меня не нагладила. Я такой просто чистый по природе и наглажен. Она смеяться начала. Это о чем? О том, что люди слушают лекции, муж потом жене говорит, знаешь, мне просто по судьбе положено, что мне хорошо всегда готовят. Мне и мама хорошо готовила, и ты теперь хорошо готовила. Кому так сказал муж хоть раз? Было так? Такая классика жанра. И человек думает, ничего себе, вот это наглость, да? Почему? Потому что мы что-то ждали. Понимаете, в чем заключается открытие? Вот, допустим, вы куда-то приплыли на какой-то остров, и там увидели чудо какое-то, да? Открытие произошло. Вот, пожалуйста, увидьте чудо сейчас из того, что я скажу. Это должно, ну, открытие вам дать. Открытие заключается в том, что мы все эгоисты. Вот откройте, мы их-то ждали от близкого человека, что он не будет эгоистом, а он эгоист, понимаете? И я тоже эгоист. То есть и мы эгоисты, и поэтому всегда, когда эгоисту делаешь доброе дело, оно никогда не отрезонирует в той же степени. Понимаете, вот если мы Богу что-то отдаем, Богу молимся, всегда Бог срезонирует в той же самой степени, понимаете? Что мы ему дали, то мы и получим назад. Но человеку, если мы даем что-то, мы столько же назад не получим. Понимаете? Это очень и очень важно знать. Поэтому если мы что-то делаем для человека, мы не должны ждать, что он нам даст столько же назад. Тогда, а как жить тогда? Я же хочу, чтобы взаимности, я же хочу, чтобы у меня было счастье от того, что я делал близкому человеку. Вот здесь вот очень важно понять, что надо счастье поступок, любого поступка в семье, который ты совершаешь, надо делить на два. Надо поступки совершать также для Бога в семье. Надо понять, что Богу нравится, когда мы служим близким людям. Богу нравится, когда мы делаем добрые дела. Понимаете? И вот на Бога уповать, к Нему обращаться. И вы тогда будете чувствовать себя комфортно, потому что близкий человек всегда будет отдавать меньше, чем вы в него вложили. Всегда, всегда, всегда. Никогда дети не отдадут вам столько, сколько вы в них вложили. Никогда муж не отдаст столько, сколько вы ему служили. Никогда жена не отдаст столько, сколько муж приносил ей зарплаты. Понимаете? То есть всегда мы... Вот жена, допустим, муж принес зарплату, она взяла ее, это для нее, ну, типа, само собой ты должен приносить зарплату. Муж поел, как бы, у жены, и говорит, да само собой ты меня должна готовить. Понимаете? В результате что происходит? Энергия любви не движется. Человек принес зарплату, он упаяхался ради жены, та взяла и пошла. Мало принес, вообще больше надо носить. Вот представьте, вы кого-то поцеловали, допустим, и он говорит, что-то слабенькое, ну-ка давай еще. Вот. И вы подумали, да пошел ты вообще. Энергия любви разрушается от такого поведения. Но мы так себя ведем постоянно в жизни, понимаете, в семейной. То есть муж привыкает к тому, что его кормит жена, жена привыкает к деньгам, которые он приносит, ей хочется больше. Вот представьте, жена работала, то есть она трудилась реально для того, чтобы приготовить пищу. За каждый труд, понимаете, как какое-то насилие, понимаете, и люди начинают злиться друг на друга. Потому что я готовила, готовила, он поел и говорит, а ты знаешь, вот у меня у друга жена готовит намного круче вообще. Я у него вот поел, и чувствую, что как бы ты вообще не дотягиваешь. Она там упахалась, понимаете, работала на кухне, готовила, готовила, и оказалось, что у друга круче. И потом у ней вообще руки опускаются, она вообще ему готовить не хочет. Точно так же муж принес там жене деньги, она посмотрела и говорит, что-то ты мало вообще носишь. Вот, допустим, у меня подружка, у ней там вообще, они так живут, а нам даже не хватает на детей. Может, тебе пойти еще работать где-то? Ну, строится на вторую работу, что-то мало денег. Понимаете, а он пахал целый месяц, чтобы жене принести деньги. Принес, и что получил? Ничего не получил, получил по шее. Я просто рассказываю о том, какие мы. Не то, что вот, вот кто здесь лучше, муж или жена? Да никто. Мы одинаковые. И в чем наша одинаковость заключается? Она заключается в том, что мы по природе такие, ну, у нас такая природа, мы привыкаем ко всему хорошему, понимаете? Вот я привык, что у меня всегда, я приезжаю, всегда звук. Тут бац, звука нет. Это не значит, что они ничего не делали, они собирали людей, готовились там, работали, зал нашли там, много-много чего сделали. Клуб благость открыли там, старались, чтобы все было хорошо. Ждали меня сюда. Я приехал, где звук? Классика жанр, да? Ну, то есть, это что такое? Вот это и есть наша природа. Это природа, то есть, нам чуть-чуть не так, что-то, как бы, муж поел, покушал такой, жена, как тебе пища что-то не досолила? Видите, она там старалась, старалась, только все сделала, вообще новое блюдо сделала совершенно, которое никогда не ел, хоть бы отметил, что новое. Рецепт же нашла, его отработала специально, чтобы он покушал, не досолила. И все, и как бы больше не хочется ничего готовить, ничего делать, не хочется для такого человека, вот, потому что нет оценки правильной того, что я сделал. Теперь вы скажете, а у меня близкий человек всегда правильно оценивает, что я сделал. Вот у кого такое? Вот он всегда хвалит, благодарит. Чего пришли на мою лекцию? У вас и так все хорошо. Это называется воспитание, понимаете? Есть воспитанные от природы люди, их правильно воспитывали с детства, они им говорили детям постоянно, пожалуйста, поблагодари, пожалуйста, сделай вот так, чтобы, ну, оцени. всегда это делай, никогда не забывай, понимаете? И вот человек так себя ведет, это для него привычка просто, и это так приятно, то есть это так, это вот эта энергия любви всегда движется хорошо в таких отношениях. И люди счастливы друг с другом, понимаете, в отношениях счастливы. Ведь очень простое правило, понимаете, просто благодарить, но все равно знайте, что вы все равно не получите от человека столько, сколько хочется. Это невозможно. Потому что эгоизм все равно не дает этого сделать. Поэтому правило номер один. Не надо ждать от близкого человека любви. Не надо ждать, понимаете? Скажете, а как же жить тогда, Олег Геннадьевич? Сейчас объясню. Есть два типа движения любви. Давайте изучать это. Что такое движение любви? Это тайное знание. Два типа движения любви. Вот смотрите, один тип движения любви — это когда я жду любовь и ко мне приходит. Только с Богом возможно. Вот этот тип движения любви, когда я жду и ко мне приходит. Возможен только с Богом и со святыми людьми. Потому что они абсолютно бескорыстные. Если ты что-то ждешь, у них из сердца возникает импульс сразу что-то для тебя сделать, потому что он чувствует, что ты для него ждешь. И он обязательно тебе это сделает. Обязательный человек, бескорыстный. То есть это означает святой. Понимаете? Но когда мы ждем от обычного человека, то это ожидание сталкивается с чем? С его собственным ожиданием. То есть он тоже так же ждет от меня, как я от него. Никакой разницы нет. И ожидание на ожидании получается ноль. Второй тип любви более сложный. Требует знания, навыка и в какой-то степени аскетизма. Смотрите, второй тип любви. Ничего я ни от кого не жду. Вот ничего ни от кого не жду. Я просто принимаю ситуацию такую, какая она есть, привыкаю к ней. Ну то есть не будет никакого звука. Вот есть микрофоны. Слава, слава Богу! Спасибо большое, что вообще есть хоть какой-то звук в микрофоне. Вообще идет звук. И слава тебе, Господи! Вообще. Все принимаю. и начинаю служить. Говорить добрые слова, делать добрые поступки по отношению к близкому человеку. Понимаете? Служить. И стараюсь в это время больше молиться Богу, больше наполняться от подружек, от друзей, чтобы быть наполненным, чтобы быть ненуждающимся, понимаете, в счастье. Потому что эта нужда мешает служить. Человек говорит, а что это я ему должна что-то делать? Он для меня ничего не делает. Пусть сначала он послужит мне, а потом я. Вот я не верю, что он вообще, я ему служу, а что-то из этого получится. Я в это не верю. Мы уже столько прожили, я вот не верю, что я сейчас для него что-то начну делать, и прямо он сразу такой в благодарностях рассыпется. Нет. Видите? Ожидание. Все равно мешает ожидание. То есть надо служить близкому человеку. А счастье ждать от Бога. Вот когда мы близкому человеку служим, Богу так нравится вообще. Вот Олег Геннадьевич, если бы лекцию читал вообще, даже если бы микрофон выключить, он бы кричал без микрофона, лишь бы читать лекцию. Богу так нравится это. И он будет так счастлив от твоего такого поведения. Что ты получишь полную награду, как бы в полной степени награду за то, что ты делаешь, вот именно так живешь, действуешь именно так. Вы скажете, а что с человеком-то делать? Ну и тогда в монастыре надо жить вот с Богом и прощением строить и все. Где же любовь-то, Олег Геннадьевич? Любви-то нет в том, что вы сказали. Правильно, пока нет. Сейчас объясню, что дальше будет. Вот смотрите, если вы бескорыстно что-то сделали для близкого человека, допустим, подарили ему цветочек там, приготовили ему покушать, ну, неважно, допустим, принесли денежку жене или там защитили ее, там от подружек сказали доброе слово в ее пользу. Ну, что-то сделали и без ожидания, что она там тебе вот, допустим, что-то... Без ожидания вообще, вот у вас нет ни капли ожидания. Знайте, что такой поступок очень ценится Богом. Господь живет прямо в сердце. Если вы в сердце слышали, когда-нибудь чувствовали счастье, вот у вас пошло, допустим, счастье изнутри. Было такое вот что-то счастье, прямо вот такое? Это всегда от Бога. Счастье откуда идет? С какого места? Из сердца оно идет, вот отсюда. Любовь живет в сердце. Сердце, как хорошо, что ты такое! Спасибо, сердце, что ты умеешь так, любить. Сам буду петь. Сердце, да? Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Это Бог там живет в сердце, понимаете? Там описано в Ведах, что душа, а за ней стоит сверхдуша или совесть. Ну, то есть, это сам Господь живет в сердце, Он дает счастье нам, дает память, забвение, дает страдания, в зависимости от того, какая судьба у нас действует. Если счастье из сердца пришло, спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Спасибо сердце, то есть, спасибо Господь за любовь. Интересно знать, что если я совершаю кому-то бескорыстный поступок, то в сердце этого человека Господь всегда, всегда будет благодарен. Вы, допустим, скажете, а человек неблагодарен, вот я, допустим, бескорыстно служу ему, а он неблагодарен. Да, человек может быть неблагодарным, но Господь в его сердце все равно будет благодарен, и эта благодарность Господа за твое поведение копится в сердце этого человека. Даже если он вот здесь в своей голове неблагодарен, просто не научился быть благодарным. Допустим, в сердце этого человека ваш бескорыстный поступок все равно оценен. Но если вы ждете, допустим, приготовили и ждёте от Него чего-то, у Господа в Его сердце благодарности не будет. Господь благодарен только за бескорыстные поступки, только за бескорыстные, запомните. Вот вы счастье получили от Бога в жизни, от природы, от добрых людей, приготовили мужу, «Я передаю тебе привет!» А взамен ничего не надо, просто так, «Привет!» Понимаете, вот такой поступок рождает постепенно другой вид любви, который никогда не закончится, и он будет течь в вашем сердце постоянно и будет давать полную гарантию, что от вас близкий человек не уйдёт. Но надо немножко подождать, понимаете? Я сейчас скажу, чего подождать. Вот вы, допустим, слушаете близкому человеку, но вы себе гарантируете в сердце, что вы наполняетесь не от него, потому что нельзя ждать наполнения от близкого человека, через это работает злая судьба сразу. Как только мы ждём, что близкий человек что-то для меня должен сделать, всегда будет что-то не то, что надо. Это как закон подлости, понимаете? Там вот именно злая судьба всегда через наше ожидание близкому человеку действует, потому что нас же надо наказывать. А человека легче всего наказать, когда он что-то ждёт. Вот если я пришёл, допустим, читать лекцию, вообще ничего не жду. Нет звука и нет. Здесь нет и нет. Я сижу такой, смотрю. Меня можно наказать? Нет. Как меня накажешь? Меня можно наказать, если я что-то жду, понимаете? Если я жду, меня судьба может наказать. У меня сейчас судьба такая просто. Вот, допустим, у меня было два тяжелейших перелёта ночных из Москвы в Новосибирск, из Новосибирска во Владивосток. Ночных перелётов. И я такой так измотался во время этих перелётов. Я думаю, наконец-то, простой перелёт из Владивостока в Хабаровск, просто 50 минут. Мы полетели, такие летим, так хорошо, всё. Самолёт такой подлетает к аэропорту, разворачивается, назад в Владивосток. Потому что там туман. Я, короче, прилетаю в Владивосток. И опять дальше, вторая попытка. Я думал, я час прилечу. Пролетел четыре. Там ещё покружились немножко. Это судьба. Понимаете, он говорит, ты ждёшь отдохнуть час, мы тебя отдохнем. Отдохнул. Вот. Ну просто, видите, вот так действует судьба. Ничего не сделаешь. То есть судьба может ставить какие-то препятствия. Это может быть законом каким-то. И самое главное её принять. Вот во время этого периода я должен был просто это всё принять. Понимаете? И принял, стало легче. Легче жить. Когда принял, стало легче жить. Все вещи надо всегда в жизни. Всё нужно принимать. Иначе будет ещё хуже. Хуже. Понимаете? И вот, допустим, если говорить об отношениях, смотрите, они как айсберг. Ты вкладываешь в человека, он как будто в чёрную дру всё влетает. Знаете, что если ты не ждёшь ничего от него, просто дальше вкладываешь. И счастье испытываешь просто от друзей, от природы, от Бога, от молитвы. То есть ты самодостаточный человек, самодостаточный. То в этом случае благодарность от Бога в его сердце копится, 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 копится. И первый признак того, что скоро будет счастье, заключается в том, что если вы близкому человеку что-то говорите, поучающее, по-доброму, ну говорите ему, что типа, можно иногда и спасибо сказать. Допустим, так, в шуточку. Вы не ждёте, когда человек не ждёт, он может шутить. Это означает воспитание. Самый лучший способ воспитывать близкого человека – это шутить. И самый лучший способ шутить – это когда ты ничего не ждёшь. Ты можешь просто пошутить о том, что ты раньше ждал. И если вы вот так вот ненавязчиво сказали что-то в знак воспитания близкому человеку, и он услышал, и начал что-то делать по-другому, то это значит, что благодарность его сердцу достигла определённого важного уровня. Понимаете, благодарность сердца близкого человека, когда ты ему просто делаешь что-то для него бескорыстно, она открывает ушки. Человек не может не слушать, потому что он благодарен. Вот если, допустим, вы слушали мои лекции раньше, да, и мне благодарны, несмотря на то, что я здесь лгался, кричал, брызгал слюной, проявил себя плохо, вы всё равно потом меня слушать, продолжать, потому что вы благодарны. Понимаете, благодарность заставляет слушать. Любого человека, даже моего мужа, даже вашего мужа. Понимаете, любого человека благодарность заставляет слушать. Это первый признак любви. То есть он слушает вас, потому что вы много сделали для него хорошего. Понимаете, он вам благодарен в сердце. Но он не показывает вообще, что он благодарен, просто он услышал ваши слова. Имейте в виду, что как бы вы ни думали, что вы друг друга любите, до этого момента никакой благодарности нет. Понимаете, вот допустим, и как это проверить? Вы что-то говорите близкому человеку, вы замечаете, да? Когда вы что-то говорите близкому человеку, как в чёрную дыру, он вообще вас не слышит. Вот люди другие вообще все слышат. Вы близкому человеку говорите, он вас не слышит, он делает всё по-своему. Удивляло это вас? А знаете, почему он не слышит? Потому что он от вас ждёт точно так же, как вы от него. Когда человек чего-то ждёт, человек, он не слышит. Понимаете, когда человек чего-то ждёт, он не слышит. Вот когда люди меня спрашивают, вопрос задают и ждут от меня конкретный ответ, они никогда не услышат моего ответа. Когда человек спрашивает, он должен быть готов к любому ответу. И тогда ответ приходит такой, какой надо. Но если человек ждёт своего, он не услышит, у него закрыты уши. Но если человек неблагодарен при этом и ждёт какого-то ответа, то он всё равно услышит. Почему? Потому что благодарность заставит его услышать, несмотря на то, что он ждал чего-то другого. Вот именно поэтому настоящая любовь, второй тип любви, о котором я сейчас говорю. Первый тип любви никогда не сработает. Он может жить в какой-то степени между воспитанными людьми. Люди воспитаны, когда они постоянно реагируют на проявление любви, и стараются служить друг другу. Понимаете, это крайне редкий случай, особенно в нашей культуре. Крайне редкий случай. И даже если люди очень воспитаны, они всё равно не смогут отдать взаимностью полностью, потому что это невозможно. Мы очень эгоистичны по природе. Мы даже иногда не замечаем, как нам отдают любовь. Понимаете, просто из-за эгоизма не замечаем. Так устроена психика человека. Но вот в этом, если люди сильно воспитаны, даже ожидание будет восполняться. От тебя ждёт чего-то близкий человек, ты из благодарности будешь делать постоянно. Не из благодарности, а из воспитанности. И даже в этом случае первый тип любви тоже работает. В каких семьях, где люди очень воспитаны с детства? Не наш случай. Мы с детства чем занимаемся? Вычитать и умножать. То есть мы занимаемся, мы забыли дальше малышей не обижать. То есть мы нравственное воспитание в школе сейчас не дают. У нас нет понимания правил поведения никаких. Нас никто этому вообще не учил. Нас учили физике, химии, английскому языку, биологии, менеджменту, компьютеру и так далее. То есть нас учили вот с этой вот материей общаться. А с человеком не нас никто общаться. И деловые отношения с человеком, конечно, нас учили. Но есть ещё не деловые, есть ещё близкие отношения. Понимаете? Есть отношения любви. Есть как воспитывать ребёнка. Нас никто этому не учил. А вот именно в детстве закладывается очень глубокое представление о мире. Его потом переделать очень сложно. И теперь надо вот это делать, переделывать. Понимаете? И представление, которое у нас есть, оно просто спонтанное. А здесь как раз находится сбой системы. Понимаете? Вот спонтанно мы ждём любви от близкого человека. И спонтанно он ничего нам не даст. Потому что он точно так же ждёт, как мы. Когда два человека ждут любви, что с любовью происходит? Да, она превращается в ноль, как неправильно показали. Превращается в ноль. Ожидание любви с двух сторон, любовь просто гасит. Она превращается в ноль. Всё. Теперь я служу бескорыстно человеку. Просто это шаг в пропасть, знаете? Вот вы сейчас придёте домой. И такие, я начинаю служить мужу бескорыстно. Он такой пришёл, где жрать? Понимаете? То есть он требует любви от вас. Это же уже как бы требование любви, это уже предательство любви. Можно служить, если человек ничего не требует. Он вот так сел такой, как будто бы он не жрать сел, а вообще вот непонятно что. И он такой как бы вообще не ждёт ничего такой. И ты раз, он приготовил, когда приготовил, тогда приготовила. Он... Я даже не ожидал, что так вообще можешь готовить. Каждый день одно и то же вот так вот. Вам будет очень нравиться, будь счастлива. Я так себя веду с женой. Каждый день она счастлива. Готовить вообще не любит. Терпеть не может готовить. Она как на кухню заходит, она потеет на кухне сразу. Так ей не хочется готовить. Но из-за того, что я вот как бы всегда падаю в омурок, когда вижу, когда приготовил. Ради этого она готовит. Она тоже так начала себя вести со мной. То есть она тоже вот видит меня, говорит, спасибо тебе за то, что ты со мной, что ты у меня есть. Она так мне говорит. И я говорю, что я у тебя ем, отвечай, что ты у меня есть, что я у тебя ем. Смешно, да? Мужчина так воспринимает любовь. Ну с детства же все, каждый человек, ребенок сосет грудь через грудь. Вот некоторые женщины говорят, зачем грудью кормить ребенка? Для того, чтобы он тебя любил. Потому что когда ты его кормишь грудью, он вместе с молоком перенимает твою любовь. А ты, кормя его, перенимаешь его любовь. Начинается любовь. Вот женщина грудью кормит ребенка, и она начинает его любить из-за этого. Понимаете? Такой ритуал очень глубокий. А если не кормит, то уже сложнее любить. Она тоже любит, конечно, но вот этот простой метод, вот этот обмена, он не работает в этом случае. Нужно как-то включаться, чтобы любить ребенка. А тут все само включается. Итак, мы движемся вперед. Шаг в пропасть сначала. Я служу близкому человеку, ничего не ожидаю взамен. Через какое-то время он начинает реагировать на мои слова. Он меня слышит. Проходит еще немножко времени, и возникает какая-то ситуация. Она обязательно... Всегда они возникают в семье. Какая-то конфликтная ситуация. Я, как обычно, ухожу в свою комнату, закрываюсь и не общаюсь с близким человеком. До этого ему было наплевать. Не общаешься и не общаешься, слава Богу. А в этот раз он начинает ждать общения. И он потом стучится и говорит, слушай, я, наверное, неправильно поступил. Ты уж меня прости. Давай будем дальше... Давай будем дальше общаться с тобой. Потому что я чувствую, что мне тебя не хватает в жизни. Это очень важный момент в вашей судьбе. Если до этого никогда он так не делал, а тут он вдруг начал... Когда вы изолировали себя от отношений или уехали куда-то, и он начал скучать, звонить вам... Это означает, что благодарность в его сердце, она вызвала вот это чувство привязанности, чувство желания быть рядом с человеком. Это не чувство вот этой вот, знаете, там, как бы, Светки Соколовой, день рождения, там, ну, то есть, как бы... Ну, это не чувство влюбленности, это другое чувство. Это чувство очень глубокое и чистое. Человек реально считает, что мне очень повезло с этим человеком. Я очень благодарен судьбе за то, что этот человек у меня есть, ну, в жизни. Вот такой человек. А сейчас его нет, и некому мне так, о мне заботиться так, так меня любить некому. И я скучаю, то есть, мне не хватает этого человека. Понимаете? Это называется взаимность уже. Пошла волна в другую сторону. До этого человек просто вот жил и жил, но он в сердце все равно чувствовал благодарность, но он не обращал на это внимания. А потом раз, его прорвало в тот момент, когда пошла разлука. Или она была возбуждена вашим поведением, что вы решили ему наказать. Это тоже, кстати, возможно. Допустим, вы, когда служите близкому человеку, бескорыстно даже, первая стадия его отношений какая? Ну, кто пробовал бескорыстно служить близкому человеку? Наглеет, да. Он говорит, вот молодец, лекции слушай, отлично, давай продолжай. Вот, он наглеет. Первая стадия наглость. Вторая стадия какая? Вот вы перетерпели, продолжаете служить. Вторая стадия какая? Вторая стадия – это благодарность, запомните. Да, то есть вы служили, служили ему, он не ценил, не ценил, потом раз и начал ценить. Ну, то есть, и эта благодарность выражается сначала в том, что он начинает слышать вас. Это то, что я вам говорил. То есть он начинает вас слушать, то, что вы ему говорите. Раньше он никогда не слышал, вот чтобы вы ему не сказали по барабану. А сейчас он начинает вас слушать, прислушиваться. А третья стадия какая? У него сердце прорывается, и он боится вас потерять. На третьей стадии уже до свидания, измены, до свидания, развод. Все, уже как бы точка на этом поставлена. Потому что человек понимает, что такого он больше себе в жизни не найдет уже. Но для третьей стадии, наверное, лет пять надо так жить. Вот так, как я вот сказал. Ну, то есть вы скажете, а вот если близкий человек не работает над собой, лекции не слушать, не развиваться, что мне с ним делать? А все то же самое. Просто бескорыстно служить. Принимать его взгляды, принимать его и характер. И постепенно сначала благодарность, а потом дальше прорыв, сердце прорывается. Это можно сравнить с айсбергом, который тает, тает, тает незаметно. Вот человеке ничего не изменит. Вы говорите, Олег Геннадьевич, живем, я ему служу, никаких изменений вообще нет в нем. Он как был, так оказал. Он как каменный, у него каменное сердце. У нас у всех каменное сердце. Айсберг тает снизу и потом резко переворачивается. Это резкое событие происходит в результате какого-то толчка. Я еще раз повторяю, это может быть с тем связано, что вы не выдержите уже с этим каменным человеком жить. Вы ему служили, служили, просто поехали к маме пожить отдельно и говорите ему, слушай, я тебе отдала все, что у меня было. А сейчас я буду отдавать маме, потому что от тебя не дождешься. Ну, допустим, вот так вот. И раз в этот момент он начинает понимать, что он потерял что-то дорогое, начинает звонить, писать, стучаться, это означает прорвало, сердце прорвало. И даже если вы приедете к нему, и опять его как бы немножко прибило, и он перестал быть таким благодарен, то на второй-третьей волне все равно его сердце станет гораздо лучше, чем раньше. Понимаете, таким образом вы его стимулируете к работе над собой, он начнет задумываться о том, как вести себя так же, как вы с ним себя ведете, чтобы вас не потерять. Понимаете, здесь в этой связи очень важно понять, что человек, который служит бескорыстно другому человеку, никогда не будет унижен его поведением. Вот вы служите близкому человеку и не теряете себя, это очень вызывает большой восторг. Обычно, когда кто-то служит, и благодарности нет, дальше что наступает? Надо продолжать служить, а не хочется. А если не буду, то человек скажет, да пошла ты. И ты продолжаешь для него что-то делать, хотя и не хочешь. Как это называется состояние? Унижение, да. И человек в этом унижении, что происходит, когда человек унижается, живя с близким человеком? Что с ним происходит? Во-первых, унижение всегда рождает гордость. Что такое унижение? Унижение — это некрасивое состояние человека. Вот когда человек, у девушки, допустим, унижается перед мужем, она становится некрасивой ни для кого, ни только для него. Униженный человек никогда не бывает красивым. Он некрасивый. Это означает, что он не нужен никому, понимаете, униженный человек. Он беспомощный, беззащитный, никому не нужен. Гордость что такое? Когда человек начинает гордиться собой, что происходит с ним? Он становится красивее. Он становится красивее. Но красота эта имеет очень холодную природу. То есть, другими словами, он привлекательный, этот человек. Но эта привлекательность, она не даёт ему возможность строить глубокие какие-то отношения, иметь друзей, иметь какие-то чувства к кому-то глубокие. То есть, это каменное сердце, холодное, как вот этот вот мультфильм про Герду и Снежную королеву, да? Кай, Герда и Снежная королева. Вот Снежная королева, она гордая, у ней было холодное сердце. И Кай её полюбил, но в ответ ничего не получил назад. То есть, и у него сердце тоже холодным стало в результате. Ну, то есть, Снежная королева означает гордая королева. То есть, это, ну, это пример указывает на то, как разрушается любовь. Мы говорим сегодня об этом, как рушатся семьи, как создаётся постепенно сначала холод близкому человеку, сначала обыденная жизнь, потом холод близкому человеку, потом неприязнь к нему, потом ощущение, что мы чужие, потом дальше развод. Это просто, ну, вы скажете, вот, а мы всегда были чужие. Вот если человек во время этого холода, и мы, а он вообще не помнит, что между ними что-то хорошее было, потому что от холода он забирает всю память. То есть, человек говорит, да, что-то было, но это была ошибка. Понимаете, ошибка. Вот, и это всё происходит закономерно. Вот если вы, допустим, неправильно живёте с человеком, вот эти стадии все вы пройдёте. Первая стадия – любовь гаснет. Вторая стадия – живём обыденно, просто вот нет никаких чувств, просто привыкли друг к другу. Третья стадия – холод. Четвёртая стадия – отвращение, неприязнь к человеку. Я уже не могу с ним там спать вообще, просто неприятный человек. Дальше – развод. Потом опять то же самое – влюблённость. Потом чувства постепенно гаснут, привыкли к человеку. Холод. Холод означает как бы вообще никак. Я на него не реагирую. И он на меня. Живём просто так вместе и всё. Потом дальше – отвращение, развод. Вы спросите, а почему чуть-чуть застать, от чего они возникают? Они возникают от того, что люди продолжают ждать. Вот это ожидание, оно и приводит к этим последствиям. И если человек не включился в жизни своей, никогда в отношении, не включился, он не хочет отдавать, жертвовать отношения. Печальная ситуация. Печальная ситуация, понимаете? То есть нужно включиться, то есть нужно отдавать, нужно доверять человеку учиться, нужно пытаться служить своим поведением, хотя в ответ ты можешь получить другую реакцию, не ту, которую ты ждёшь. Но результат твоего служения всё равно очевиден. У тебя Бог в сердце говорит, молодец, правильной дорогой идёшь. Понимаете, так и продолжай. Это правильный путь, путь к победе во всех ситуациях жизни. Допустим, есть начальник, да? Вы служите ему, и он, типа, да, это само собой. Самое главное здесь понять, что вы от него ничего не ждёте. Вы это делаете для Бога, потому что подчинённый должен служить старшим. И если вы это делаете для Бога, вы будете унижены, нет? Его поведением, нет? Вы такая же весёлая и счастливая, несмотря на то, что он как бы понукает вами. А вы спокойно, хорошо относитесь. Какой результат? Результат с его стороны уважения. Результат всегда будет уважения, только один. Если же вы унизились, результат получите пинка под зад. Или сами убежите, он начнёт вас эксплуатировать, этот человек. Потому что когда человек унижен, что с ним надо делать? Унижен, ну всё, тогда я тебя гоняю. Тебе повезло, что ты со мной живёшь. Я бы получше тебе себе тысячу раз нашёл. Униженный человек никогда не принесёт счастья никому. То есть вы унижались перед ним, он стал гордым. В результате его гордость привела к тому, что нашёл себе другую женщину и ушёл от вас. Всё вот это то, что произошло. Она говорит, а что теперь мне делать? Я объяснил. Первое, что нужно делать, это понять, что если вы постоянно будете думать о Нём, и как вот мне без Него, и как вот Он без меня, то вы просто сгорите и погибнете. Для того, чтобы в этой ситуации спасти себя, нужно начать думать о Боге, о природе, о добрых людях. Ну то есть не веришь Богу, тогда хотя бы природу любви, добрых людей любви. Тебе надо переключиться с вот этой любви, которая тебе ничего не даёт, на любовь, которая тебе даст взаимность. И когда ты получишь взаимность от любви, ты станешь самодостаточной, счастливой и красивой. А так как у тебя есть ребёнок от этого человека, он всегда будет с тобой связан по жизни. Будет навещать ребёнка, с тобой как-то общаться. Если он увидит, что красивое, самодостаточное, то что дальше произойдёт? Связь же осталась между вами. Ты красивая и без Него. Он, допустим, тебя спросит, вот я вообще хочу в жизни, чтобы ты кого-нибудь себе нашла и вот счастливо жила. И вы скажете, вы знаете, ты знаешь, так здорово, что ты этого хочешь. Мне кажется, что твои мечты сбываются. И он тогда вам скажет, а что, как бы нашло, что ли? Вы скажете, да, такой хороший человек, добрый, и нашего мальчика сильно любит. Благослови тебя, так ты святой человек, благослови меня на эти отношения. И дальше он неожиданно как-то задумается, скажет, что у меня дела, извини, я пойду. А вы улыбнётесь, и мы скажете, ну счастливо, будь счастлив. Как у тебя-то там нормально всё? Он скажет, у меня нормально, она пойдёт. Всё. И на этом его счастливая жизнь закончена. Почему? Потому что побеждает сильнейший в этом мире. Одна девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, а как найти себе человека в жизни? Не могу найти человека. Я говорю, не надо его искать. А что надо делать? Надо стать такой красивой, сильной и счастливой, чтобы мужчины от этого сильно пострадали. И тот из них, который больше всего пострадает, надо его сшибать с ног. И потом он сам захочет тебя взять замуж. Можешь ничего не делать уже больше. Видите, любовь между людьми, она конкурентную природу имеет. И поэтому женщина должна быть самодостаточной в отношениях со своим мужем. Надо быть самодостаточной. То есть не зависеть, не быть униженной, не несчастной, не ждать, когда он тебя полетит, а просто быть счастливой. И счастье. Мужчина точно так же должен быть самодостаточным в отношениях со своей женой. Он должен быть сильным, он должен быть счастье получать от работы над собой, от отношений с людьми, с этим миром, от победы, своих побед на работе и так далее. И к жене приходить всегда в очень как бы таком радостном настроении. Па-ба-ба-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-ба-бам. Нравится вам, когда муж так после себя вел, да? Женщине нравится оптимизм мужского. Мужчина должен быть оптимистичен. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, где все-таки любовь-то во втором варианте возникает, с какого момента? Объясняю, что когда человек чувствует благодарность от вас, ну, к вам, это уже любовь, и вы будете чувствовать эту благодарность тоже. Начинается взаимность, реальная взаимность, то есть вы слушаете и заботитесь о человеке, он раз, его пробивает это. Вы видите благодарность, вы тоже чувствуете счастье от этого. И вот все, как бы, начинается вот это вот. Первая, ну, первая капля любви называется спокойствие. То есть люди перестают выяснять отношения, потому что они вот эту благодарность ценят больше, чем несправедливость, которую приносит постоянно мой близкий человек мне в жизни. Благодарность выше ценится, и поэтому люди думают, да ладно, ну, что делать? Вот так, как есть, так есть. То есть я вот, вот такая у меня судьба, вот так человек ведет себя со мной. Я им благодарен за то, что вот он старается мне служить, старается, заботиться, я им благодарен, несмотря на все его прибабахи. Благодарен. С этого момента спокойно становится жить, и вы домой идете, не ругаться. Вам спокойно становится жить в этом месте, с этим человеком. это первая стадия любви, любви настоящей. То есть спокойно, ты приходишь домой спокойно, знаешь, что не будет ни скандала, ни нервотреп, ничего, вот хорошо, ты дома отдыхаешь. Мужчина расслабляется, у него пропадают вредные привычки, потому что, когда мужчина расслабляется, он уже не курит и не пьет. Мужчина курит и пьет, потому что нет любви, он напряженный постоянно. Мужчина без любви не может жить. Женщина без любви может жить? Может. Потому что она сама любовь. Она может с мамой поговорить, с кошечкой любить кошечку, детей маму, кошечку, подружек. Понимаете? А мужчина, он тоже в принципе может, но этого ему не хватает, потому что мужчина, он может реальную любовь испытывать только через жену ко всем. Вот она является ключом его жизни. Понимаете? То есть, вот если ей хорошо, ему тоже хорошо, у них радостное настроение, ему тоже классно. Через нее он любит детей своих. Вот если, допустим, они расстаются, то его любовь к своим детям намного слабее становится. Через жену она ему показывает, как любить детей, и он любит точно так же, как она любит. он ее глазами смотрит на мир. Вот, допустим, ей нравятся какие-то цветы, ему тоже будут нравиться эти цветы. Ей нравится какой-то человек, она говорит, ой, какой артист, ему тоже будет нравиться. Понимаете, да? То есть, мужчина, он любит мир глазами жены. И если отношения между ними хорошие, он расслаблен, ему легче жить, потому что любовь расслабляет. поэтому мужчина и хочет домой, потому что дома энергия, женская энергия, она расслабляет мужчину, она делает его спокойным, ему легче жить становится. А если мужчина расслабляется, то это самое главное, что ему нужно в жизни, потому что мужчина, главная проблема всех мужчин, это перенапряжение, мужчины сильно напрягаются от жизни. Им нужно вот это расслабление, поэтому они хотят жениться. Когда жена готовит, мужчину это расслабляет. Когда она заботится о нем, мужчину это расслабляет. Понимаете, ну когда заботится стиральная машина, мужчину это не расслабляет. Или когда заботится супермаркет в виде полуфабрикатов, понимаете, то есть, и жене осталось только разогреть, мужчину это не расслабляет. Хотя бы что-то сами готовьте с любовью, потому что иначе вы потеряете человека. Потому что если он с вами не будет расслабляться, дальше что произойдет? Он хочет того или не хочет, он будет искать себе возможность расслабиться, снять напряжение вот это. И женщины незамужние, у них есть индикатор в сердце определенный. Они видят вот таких неухоженных мужчин. Как они их замечают? Потому что такие мужчины, они реагируют на красивых девушек, женщин реагируют. Вот она, допустим, смотрит, раз там, ну как бы удочку закинула, так раз, улыбнулась. И он такой среагировал, она говорит, о, наш человек, надо изучать, кто такой, что за фрукт. Понимаете, то есть реагируют. Вот он женатый, фрукт женатый уже, но реагирует. Почему он реагирует на чужих женщин? Потому что своя не заботится. Она занимается работой, понимаете, у ней бизнес. Она бизнес ву, мэн. Ну и останется один мэн. А ву останется без мэна. Потому что мужчина не может жить без любви. А женщина может. Потому что она сама соткана из любви. И она, в принципе, нормально, она может выжить как-то. Есть подружки, есть дети. Она как-то может выжить. А мужчина в такой ситуации не выживает. Поэтому он уходит от жены. Ему нужна любовь. Поэтому надо понять, что мужчина чем-то, женщина друг друга отличаются. Раз женщина соткана из любви, она должна создавать атмосферу в семье. Это ее главная обязанность. Она создает атмосферу, в которой муж расслабляется, чувствует, что он счастлив. Понимаете, она должна. Она и Бог ей наделил это этими желаниями. Всегда женщине нравится прибираться в доме, мыть полы, красоту наводить. Это что? Все это. Она заряжает квартиру любовью таким образом. Она прибирается, ходит такая счастливая по квартире, бегает. Ля, тру, ля, птички, одуванчики, бабочки. И все как бы. Она создает атмосферу. Муж приходит такой. И на диван такой. Бац. И хоккей включает. И вы думаете, Господи, зачем я прибиралась-то? Ради хоккея этого все. Меня вообще внимания не обращает. Потому что женщине очень хочется близких отношений, чтобы он подошел, посмотрел на имя. Как ты живешь? Как у тебя дела? Она плохо. Пожаловаться надо мужу. Ей нравится женщине очень. И он должен успокоить, сказать, все будет у тебя хорошо, моя дорогая. Она не знаю. Будет обязательно. Вот это то, что женщина ждет. Он пришел, сел, включил хоккей. Почему? Потому что он устал с работы. Ему тяжело очень. Если вы хотите, чтобы он все-таки на вас обратил внимание, то есть, как бы, для этого есть определенная последовательность шагов, которые надо сделать. Первый шаг. Вы садитесь рядом. Он все равно смотрит хоккей. На вас он не будет смотреть. Второй шаг. Вы смотрите хоккей. Третий шаг. Вы говорите, Ветисов играет лучше всех. Он включается в беседу, скажет сразу. Да-да-да, точно, точно. Вот, отлично вообще игрок. Супер. А ты откуда узнала? И когда он начнет с вами беседовать, вы должны ему сказать, а ты бы сыграл лучше. И когда вы так скажете, он в этот момент на вас посмотрит и вас увидит. Женщина, понимаете? Потому что мужчина целенаправленное сознание всегда. Он что включен, то и видит, понимаете? Вот если, допустим, он телевизор смотрит вот так, как Петисов играет, и вы ему скажете, что машина в аварию попала, есть вероятность, что он не услышит. Он скажет, да-да, хорошо. Потому что он ответит вам, а на самом деле... На самом деле он не слышал, понимаете? И так он на вас обратил внимание. И в это время вы должны ему сказать, пойдем покушаешь, ты же устал. И его в столовую. А еще лучше, когда мужчина заходит в дом, да, сразу бросаться ему на шею. Когда женщина бросает и целует его, он его раз, расслабило. Когда его расслабил, он включился. Когда он включился, надо брать его за руку, и первое, наперво, куда везти мужа надо? Под душ. Да, надо везти его, чтобы он принял душ, хотя он не хочет. Надо его заставить. Потому что, когда мужчина принимает душ, это сразу снимает с него напряжение вот это там. И дальше, как только он из душа вышел, сразу за руку и на кухню кушать. Разделите телевизор от еды обязательно. Иначе он ни от еды толку не получит ничего, ни от телевизора, понимаете? То есть надо, чтобы человек покушал нормально. И вот когда он поел в этот момент, там у вас есть буквально полминуты. Когда он поел, и вот так вот следите за ним, как бы. Есть несколько признаков того, что можно уже начать говорить. Первый признак, вот он ест, 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 и такой раз, и замер. Он начал ест, и замирает уже. Вот он ест, так раз, и останавливается. Это значит, что уже как бы насытились чувства. Второй признак, он ест, вот так ест, потом раз, отваливается и ест. Отвалился. Значит, это признак тоже, что все нормально. Третий признак, он ест, 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 потом раз, на вас посмотрел, начал с вами общаться. Это признак тоже, что как бы насытился человек. И когда его чувства мужа насытились, надо ему сначала обязательно сказать что-то хорошее. хорошее что-то сказать. Не сразу там вашу главную новость. А хорошее что-то сказать, допустим, что, ну не про хоккей, правда, а то он рванет туда смотреть сразу. Лучше что-то другое. Про сына, например, там, про дочь. Вот у нас ребенок вот там старается, учится, он такой, да, хорошо. Ну а потом говорите то, что вы хотели. Когда еще прыгнули у двери на него. Понимаете, женщина, когда чего-то хочет сказать мужу плохого, она терпеть вообще не может, ждать вообще ни секунды. А надо ждать, понимаете, пока он поест, успокоится. И сказать надо очень аккуратненько. Аккуратненько. Ты знаешь, мне кажется, может быть, я не права, но у нас обваливается крыша. Ну так по-доброму. И он скажет, ну я разберусь. Лучше пусть сам разберется, чем вы его напугаете, понимаете? Потому что вы когда его пугаете, он говорит, да что ты меня пугаешь вообще? Понимаете? Ему не нравится когда. То есть вы не пугайте его, пусть сам напугается. Ну то есть скажите ему аккуратненько все, пускай он сам во всем разберется. Понимаете, если есть какая-то проблема. Но говорить надо именно после еды. Потому что если вы раньше скажете, он напряжен, когда мужчина напряжен, ничего не слышит. А если вы скажете, когда он вообще в очень тяжелом состоянии находится, еще хуже будет, потому что он начнет вас орать. Что ты ко мне предстал, а стань мне и так плохо жить там, и вы будете во всем виноваты. Потом. Видите, есть определенные последствия. Мужчина очень однонаправленный в своей психике. Вот допустим, если мужчина идет из ванны, допустим, в кабинет свой рабочий, что он по дороге видит? Ничего не видит. Он видит только кабинет. Все. Женщина из ванны кабинет идет в свою спальню. Что она видит по дороге? Все. Теперь вы скажете, а если она не смотрит туда, видит? Видит. Вот допустим, женщина идет, да, а там, допустим, муж чем-то занимается, да. Она видит, чем она занимается? Да. Но при этом не смотрит. Вот мне, допустим, моей жене не нравится, когда я смотрю новости. Я считаю, что я очень чувствительный человек и прям чувствую мысли всех людей там и все прочее, да. Я открываю новости, через секунду подходит жена, говорит, не смотри новости и выключай. Я могу думать о чем-то другом, понимаете, настраиваться на что-то другое, но все равно она узнает, когда я смотрю новости, в эту же секунду подходит и выключает. Говорит, займи, сделай, мне что новости смотри. Женщина, когда звонок раздается в квартиру, она знает, кто звонит. Она знает, этот муж звонит, ребенок звонит или чужой человек звонит, она это все знает. Представляете, у женщины какая колоссальная способность распознавать интуицию. Мужчины такой способности нет. Он не может понять, что там грязно на кухне, там, допустим. Я разжег, жена открывает дверь, я говорю, какое у тебя красивое новое, платье. Она говорит, да, лекции твои, все правильно, ты в ней говоришь. Это, говорит, платье уже старое, я просто давно его не одевал. но так мужчина, как бы он ничего не замечает, кроме того, что ему нужно в жизни. так возвращаемся к взаимности взаимоотношениям. Вот смотрите, если вы не можете по-доброму сказать что-то мужу сокровенное для себя, боитесь, А он, даже если вы скажете, никогда на это не среагирует правильно. Ну, то есть вы сказали, он говорит, да, это все ерунда, перестань париться, и уходит. Это значит, или он, допустим, вам что-то говорит, а вы тоже, да, отстань от меня, я устал. Это значит, что между вами нет и никогда не было глубоких отношений. Даже если у вас куча детей, там вы вместе всю жизнь прожили, понимаете, между вами нет и не было глубоких отношений. Глубокие отношения начинаются с благодарности. Вот если вы так жили для близкого человека, что у него в сердце возникла благодарность, то первое, что получается, вы можете его воспитывать, начать с этого момента, потому что до этого, сколько вы бы ему не говорили, он никогда вас не будет слушать. Только благодарность близкому человеку дает возможность услышать. Второе. Благодарность приводит к совестливости, то есть человек боится потерять. Если он делает что-то не так, он извиняется, потому что он боится потерять. И так далее. То есть начинаются отношения, глубокие отношения. Люди могут прийти, сесть друг с другом и пообщаться по душам. Понимаете? Но все это невозможно, если человек не встал на путь самосовершенствования. Потому что у вас не будет возможности внутренней так жить. Если вы не находите счастья в Боге, в природе, в добрых людях, то вы не сможете быть самодостаточным человеком. А если вы не самодостаточный человек, то вы не сможете служить без ожидания чего-то взамен. Это значит, что благодарность никогда не придет. И это значит, что семья развалится. Скорее всего. Поэтому выход только один. Это изучать, в чем обязанности женщины, в чем обязанности мужчины, и выполнять свои обязанности. И делать это, не ожидая ничего взамен. А если вам счастья не хватает, ищите его в Боге, в добрых людях, в природе. И этим человек должен заниматься. Я вот сегодня, чтобы вам читать лекцию, два часа делал йогу, очень тяжелую йогу, такую трудно исполняемую, вместе с молитвой. Например, я семь минут на голове стоял там. То есть каждое упражнение делал очень долго вместе с молитвой. и в это время моя психика очищалась от аскез вот этого перелета там и так далее. Снимал с себя напряжение. Я выгляжу как человек, который только что с дороги приехал. Нет? А я уже проехал много тысяч километров, пролетел. Понимаете? За неделю. Надо учиться так жить. Учиться наполняться. Учиться наполняться природой, добрыми людьми, Богом, чтобы хватало на близких людей. Чтобы хватало. Вот в этом главная проблема. Понимаете? В священных писаниях предсказано, что главная проблема в наше время будет то, что люди все обесточены. У них нет сил служить друг другу, нет сил улыбаться, быть счастливыми, безжизнераздостными, нет сил вытерпеть унижения, нет сил переварить трудность какую-то в жизни. Понимаете? И люди не понимают даже, что у них не хватает сил на все это. И они просто думают, что им не повезло. Не повезло с человеком, не повезло с работой. Потому что везде нужно вкладывать силы, чтобы достичь успеха. Вот, допустим, мужчина говорит, Олег Геннадьевич, мне что-то не везет с работой. Я не знаю, где мне работать. Я говорю, вам надо на каком-то одном месте научиться задерживаться не менее трех лет. Он говорит, если там не нравится работать. Я говорю, не нравится, потому что вы не можете терпеть. Научитесь принимать эту работу, терпеть, и тогда вы будете успешным. Потому что мужчина, если полгода поработал, он только начинает понимать, включаться в деятельность. А надо же достичь там какого-то уровня, чтобы тебе приятно было это делать. Ты должен это понять, разобраться во всем. Поэтому прими работу просто, поживи с ней. А он не может, потому что у него нет сил внутренне. И вот это главная проблема жизни. Поэтому если человек не может с природой общаться, он не любит на природе быть, зарядки делать, у него нет друзей или подружек, допустим, он не ходит в храм, шансов сохранить семью нет. Потому что откуда вы силу-то возьмете и ее сохранить? Вы силы ждете от близкого человека, а вот это и есть капкан. Вы ждете от него, он ждет от вас, любовь раздербанивается. Дальше через это ожидание, вот ждете от близкого человека, через это ожидание плохая судьба идет. Я вот ждал, что я теперь пролечу покороче, вот и слетал три раза. А если бы не ждал, наверное, все нормально бы было. Понимаете, да, о чем я говорю? Называется закон подлости или закон кармы. Это одно и то же. Не жди, и ничего плохого не будет. То есть учись принимать судьбу. Ничего плохого не будет тогда. Субтитры создавал DimaTorzok